Музыка 5 июня 2019 года в авиадёпольском районе в поселке Витагадаринска авиадёпольским отделом полиции выявлен Соломашка Сергей Сергеевич, который подозревается в приставании к детям, показывании порнографических фильмов, а также не в приставании с непрестными предложениями. Значит, все события происходили с 27 мая по 5 июня 2019 года, и Сергей Сергеевич был задержан и отправлен в следственный изолятор. По решению суда ему даны два месяца ареста до 8 августа 2019 года. Однако, по нашей информации, в решении суда была выставлена сумма залога 152 тысячи, которую кто-то за него внёс. Сегодня у нас 13 июня 2019 года, мы находимся в Большой долине, по улице Светлая, бывшая Семашка, номер 79. Здесь проживает семья, как вас зовут? Анжела. Фамилия? Комаренко Анжелика Николаевна. Анжелика Николаевна, именно к вашим детям, по нашей информации, приставала Семашка Сергеевич? Да, да. А вы его лично знаете? Нет, я его не знаю, я знаю его, получается, тёщу и его... Родственников, да? Да, да, да. А он где-то там живёт, на кооперативной? Да, да, проживал с женой своей. Ага. А сейчас, где он, вы думаете, в полиции? Ну, конечно. А вы не ходили к нему недавно домой, там никто не стучал к нему из вас? Нет, нет. Ворота, да? Нет. Скажите, а какие ещё подробности вы знаете? Что вы можете рассказать ещё? Что он женатый, ребёнок 5 лет, ну, то есть неродной сын. Ага. Это у его сожительности, да? Да, да, да. Скажите, пожалуйста, а часто ваши дети видели его? Часто он приходил? Ну, около двух недель, каждый день. Он приходил сам, да? Да, он приходил туда пьяный, он предлагал всё это. А как вы об этом узнали? Дети вам рассказали? Да, да. Приходили дети, да, классники, девочки, мальчики. То есть снимал трусы, показывал гениталии, да, потрогал вещь, потрогал пистолет, за грудь девочек лапал, покупал девочкам сигареты, пиво, показывал порнофильмы. Ага. То есть, ну, учил, как правильно это всё. Прогал презервативы. Прогал презервативы, да. А скажите, пожалуйста, а где он сейчас находится, Сергей Сергеевич? В милиции. Ну, и мне сказали, что его ты был в суд, его арестовали, и вроде бы говорят, он внёс в залог и вышел. Вы не слышали такого? Нет. Не слышали? Нет, я когда... Я была буквально позавчера. Тон. Представьтесь, как вас зовут? Меня Нина Фёдоровна. Нина Фёдоровна, вы здесь живёте, вот на светлое 71, да? Да, да. Расскажите, что вы знаете об этом Сергею Сергеевичу, который приставал к детям. Я его никогда не видала. Но тут приходит Лиля, ну, моя внучка, и говорит, что там вот дядька то лапает, то показывает порнографию, где трахаются. Ой. Ну, короче, то старшей внучке показывает, и говорит, ты не хочешь вот так. Ну, вы в полиции были, показания давали? Да, да. Его опознали дети, да? Да, конечно. Да, всё, опознали дети, да. Да, да. И у него там нашли улики, да? Ну, конечно, в телефоне там что-то хочешь есть. Это же не дело, но он сейчас показывает, а потом что будет. Так, мы как раз сейчас находимся возле дома, где проживал или проживает Соломашка Сергей Сергеевич в поселке Великодолинском. Это улица Кооперативная 42. Здесь он живёт, да? Да, здесь он живёт, проживал со своей женой. Он приставал к детям, ну, к девочкам, к мальчикам, предлагал сексом заниматься, трогал их, лапов, то есть, ну, и всё такое. Рассказывал, вы говорите, о чём-то. Показывал порнофильмы, как правильно надо заниматься этим, то есть, ну, всё, 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 всё. Что он даже, говорят, детям рассказывал, с чем он занимается дома? Да, да, со своей женой. Это я, я, своей женой, трогал. А потом поехал на ЖБИ, короче, дал ей в рот и еле от кайфа сел в машину и уехал домой. Такие вещи он всегда рассказывал? Да, да, их похуже вещи были. Мальчику 10 лет вытащил свои принадлежности, одна потрога вещь, потрогай пистолет, это девочка, он всем показывал. Детей было на человек 15. То есть это всё. Дети давали показания в полиции? Все, да, все, все. А как соседи, если что-то им приняли? Я не знаю. Ничего никто не говорил. До этого не было замечено таких дел, не знаю, да? Я нашим судимый, четыре раза сидел, или три, или четыре раза. Ага, то есть у него уже есть, да? Да, а за что и как, я не знаю. Ну, посмотрим, будем вести даже на наши дальнейшие расследования, узнаем, вроде говорят, что он в неё с залоги вышел, не представляю, как можно такого человека отпускать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok